Здравствуйте! Это программа Город Эсс и я Елена Чернявская. До завершения полномочий работы депутатов Самарской губернской думы осталось менее года. Уже осенью 2016 года должен быть избран новый состав. В связи с этим для депутатов наступает период подведения итогов работы, оценки их достижений, анализа результатов деятельности. В каких проблемах в основном приходится разбираться депутатам? Какие из поставленных задач решены? Что дальше? На эти и многие другие вопросы сегодня ответит Алексей Иванович Егенев, депутат Самарской губернской думы 5-го созыва, член Президиума Политсовета регионального отделения партии «Единая Россия». Алексей Иванович, здравствуйте! Здравствуйте! Благодарю вас за приглашение на вашу передачу и, пользуясь случаем, я хотел бы поздравить всех телезрителей с Днем Защитника Отечества. В первую очередь, конечно, касается ветеранов, участников боевых действий, тех, кто служил, служит с ружьем в руках, защищал нашу Родину. И тех поздравить, кто собирается отдать свой долг воинский по защите интересов нашего государства. С праздником! Ну, я со своей стороны, конечно же, поздравляю вас, Алексей Иванович, тоже с этим праздником. Спасибо. С 23 февраля. Ну и прежде мы начнем с вами разговор. Я предлагаю посмотреть визитную карточку моего сегодняшнего гостя. Внимание на экран. Алексей Чегенев, коренной житель Самары. Родился в промышленном районе города Куйбышев в 1963 году. Образование высшее. В 1986 году окончил Куйбышевский политехнический институт по специальности инженер-металлург. Во время учебы в институте был отмечен стипендий ленинского комсомола. Трудовую деятельность начал до института слесарем-ремонтником ЭВМ на металлургическом заводе имени Ленина. Службу в вооруженных силах. Далее работал в УВД города Самары. Закончил службу заместителем начальника. С 1996 года главный специалист аппарата администрации города Самары. В 10 лет Алексей Иванович Чегенев возглавлял ЗАО «Волга-спецстрой» города Самары. С декабря 2011 года депутат Самарской губернской думы является председателем постоянной комиссии по вопросам депутатской этики, регламенту информационной политики и развитию институтов гражданского общества. Заместителем председателя комитета по строительству, транспорту, членом комитета по законодательству, законности и правопорядку. Алексей Иванович Чегенев является членом общественной палаты при администрации города Самара. Отмечен такими наградами – почетным знаком ВЛКСМ, медалью «70 лет вооруженным силам СССР», почетной грамотой министра МВД СССР, медалью за безупречную службу в органах внутренних дел второй степени, Орден Петра Великого. Спортивные достижения – кандидат мастера спорта СССР по хоккею с шайбой «Вратарь». Два матча в составе сборной СССР. Женат, имеет сына, свободное время проводит на природе, увлекается рыбалкой, охотой. Ну что же, Алексей Иванович, в Думу Пятого Созыва вы избирались по списку, тем не менее промышленный район свой не оставили. И продолжаете вести там активную работу? Ну, у меня логичный вопрос, почему? Ну, во-первых, я родился в промышленном районе, учился в 141-й школе, рос, до тех пор живет моя мама в промышленном районе. И проблемы промышленного района, они мне такие же актуальны, как и для любого жителя. Я, зная очень много людей лично промышленного района, они меня знают. До тех пор общаюсь, и по долгу, так скажем, по призыву своему, я был обязан работать в промышленном районе, потому что это мои проблемы, и я хотел решить их как можно быстрее и успешнее. Соответственно, когда были выборы в Думу Пятого Созыва, я попросил на фракции, чтобы меня закрепили за промышленным районом. Соответственно, я работаю в нем и тружусь на благо жителей промышленного района, ну и в целом, конечно, жителей города Самары. Вы знаете, не только работаете, трудитесь, но еще реально помогаете. В подтверждение моих слов у нас есть интервью директора 141-й школы, я предлагаю его послушать. Алексей Иванович Чегенев, вот он не только выпускник и депутат, но еще как хороший человек, который не забывает школу свою, а постоянно приходит, участвует очень много в жизни школы, и не только его приход к родителям общения, но и с детьми. А еще я хочу сказать, что он оказал большую помощь, это в ремонте школы, в отоплении систему нам заменил полностью, участвовал, участвует во многих мероприятиях, которые проходят в школе, как День Победы. И самая значимая, наверное, вещь, которая связана с Днем Победы, это восстановление стеллы, которая вот на фоне меня стоит. Это был еще, был выпускником Алексея Ивановича, он ее построил, был десятикластиком даже, вот, построил стеллу, пришла со временем в негодность, и буквально два года назад он ее восстановил. Конечно, не в первоначальном виде, но намного, конечно, даже лучше, потому что современные материалы, и это одна из стелл, в которой в районе, где могут приходить и ветераны, возлагают цветы, и линейки у нас проходят, посвящен не только Дню Победы, но и крупным мероприятиям, которые проходят у нас в городе. Мы ему очень благодарны, ну и родители, конечно, дети, ну и, соответственно, конечно, администрация школы тоже. Очень мы ему благодарны, рады встрече с ним. Алексей Иванович, а вот с какими актуальными вопросами к вам чаще всего обращаются жители промышленного района, и какие пути решений вы видите, ну и, соответственно, предлагаете? Ну, кроме принятия и участия в заседаниях Думы и принятия законов, направленных на улучшение условий жизни населения, надо признать, что жители промышленного района, приходя на прием, интересуются не теми законами, которые мы принимаем, а своими насущными проблемами. Самая, конечно, большая проблема – это проблема ЖКХ. И, соответственно, начиная вот с 2011 года, пристали внимание, лично мной было уделено работе управляющей компании по наведению порядка на квартирных домах. С тем, чтобы жители как можно меньше сталкивались с ситуацией, когда они не видят ни дворника, ни слесаря, ни убранную территорию, и, соответственно, залитые грязью подъезды. С этим приходилось работать вручную, помогать администрации в наведении данного порядка. Плюс большая проблема у жителей – это капитальный ремонт домов. И мне лично пришлось заниматься данной проблемой, опять же, вручную. Приглашать на различные совещания заказчиков, подрядчиков, заслушивать, как идет ремонт, приглашать старших домов. И я могу сказать с уверенностью, что данный пример помог жителям почувствовать себя хозяевами. И не просто подписывать акты, а требовать подрядчиков на введение порядка. И сейчас эта традиция продолжается, и мы также с учетом избранных депутатов местного совета промышленного района эту работу будем продолжать. Большие вопросы возникают у населения по ситуации вообще в целом экономике. Несмотря на то, что люди вроде бы не, как мы говорим, не вникают в ее суть, всем очень интересно, а что дальше будет. И приходится здесь уже с листочком, с ручкой рассказывать, показывать, делать. Бывают проблемы вообще другого уровня. Пришла женщина, нашла могилу своего отца, а денег нет, поехать посетить эту могилу. Приходится такие вопросы решать. Приходится вопрос решать, устраивать людей в госпиталь, в больнице, потому что, несмотря на то, что вроде бы все доступно, бывают какие-то преграды. И приходится депутату в эту ситуацию вмешиваться и вопросы какого-то такого порядка решать. Не могу с вами не согласиться. Вопросы благоустройства ведь тоже очень актуальны и обращаются к вам с этими вопросами. Алексей Иванович, готовясь к этой программе, мы поехали в промышленный район. И вот что нам ответили представители ТОСа? Давайте послушаем вместе. Давайте. Здесь так неуютно было. Такий лесоповал настоящий был. Посмотрели, ну как преобразить этот двор, сделать красивый двор и для детей, и для жителей. Вот. Написали заявление, собрали подписи, посмотрели, рассмотрели заявление. Очень много было детей, потому что эти два общежития здесь пятиэтажные и молодые семьи посчитали и решили, что с просьбой. Обратились, конечно, с просьбой к уважаемому депутату, чтобы сделали двор. И когда строили этот двор, мы прям восторгались. Говорили, ну надо, как капитально, ну надо же, как интересно строили. Строили, на самом деле, специалисты и прям с душой. Есть что добавить, Алексей Иванович? Прокомментировать. Комментарий только один. Есть такое понятие, как социально значимый бизнес. И я считаю, что любой бизнесмен, особенно тот, кто работает и живет на своей территории, просто обязан по долгу тому, что он самарец, помогать бюджету, потому что бюджет все не решит. И, соответственно, там ты, где живешь, можешь вложить свою частицу. В том числе в такие же дворы, площадки, ну и в систему благоустройства. Я могу честно сказать, приходилось решать вопросы по спилу деревьев. Не хватало денег у бюджета для того, чтобы деревья спилить. А деревья нарушают покой граждан. И этим приходилось заниматься. И считаю, что это хорошее дело. Этим надо заниматься и другим представителям бизнеса. Спасибо. Ну вот если мы сегодня с вами говорим об итогах, я предлагаю это сделать. Ну пять лет, достаточно большой срок, согласитесь. И ведь что удалось вам сделать за эти годы? Пожалуйста, Алексей Иванович, расскажите. Если говорить о работе в Думе, то я могу сказать, что раньше комиссия по депутатской этике, ну честно могу сказать, заседала два-три раза за свою сессию. Мы сегодня проводим заседание как полноценный комитет. Один раз в месяц рассматриваем вопросы законотворческого порядка. Взяли очень много, возложили на себя полномочий те, которые раньше решались аппаратом, а должны решаться депутатским корпусом. Соответственно, сегодня, я считаю, комиссия заслужила свое право на то, чтобы называться полноценным коллективным органом, принимающим участие в законотворческом процессе. И могу честно сказать, мы приложили большие силы для того, чтобы в Самарской области появился наш закон о общественном контроле, который должен выйти в марте месяце на пленарное заседание. Очень много вопросов решали по улучшению взаимодействия власти с некоммерческими организациями. Это большая проблема для некоммерческих организаций, и мы вникли в сути этих проблем. Совместно с Минэкономразвитием Самарской области нашли тут взаимосвязь с этим представителем, который решил вопросы финансирования за счет областного бюджета именно социально значимых некоммерческих организаций. Если касаться вопросов не законотворческой деятельности, а оказания помощи своему промышленному району, то могу сказать, что я доволен и горжусь тем, что я сделал. Один простой пример. Лето 2011 года. Восьмая школа. Прихожу к директору школы и задаю вопрос. Сколько первых классов? Один. Почему? Кабинетов нет. Заходим в кабинет, который полностью разрушен. Вот представляете, дети на заводском шоссе не могут пойти в первый класс, потому что нет денежных средств отремонтировать класс. За два месяца мы привели в порядок данный кабинет, появился второй класс, и самое главное, когда 30 детей рядом с домом нашли учебное заведение, вот это радует. Все остальное можно говорить о чем угодно, о законах, которые принимаются. Самое главное, это радость в глазах тех людей, которым помогаешь. Шесть детских площадок, которые построены вне бюджета. Это большое количество детей, которые сегодня занимаются спортом, а они ходят по подъездам, не покупают спиртные напитки в киосках. Это снос, помощь, вернее, по сносу ларьков. Потому что, честно могу сказать, администрация районов не всегда справлялась с данной задачей, и приходилось жестко эту проблему заострить и решить ее. Алексей Иванович, вот ежедневная работа депутата, конечно, она складывается из многочисленных критериев. У нас есть фотографии, я предлагаю их сейчас посмотреть, и вы расскажите, какую еще адресную помощь вы сделали конкретно жителям своего района. Пожалуйста. Субботники, опять же, организуете, правильно? Субботники, да, постоянно проводятся на различных территориях. Это и Воронежские озера, и Парк Родина, и другие места общего пользования, где собирается большое количество людей. Сами лично принимаете участие? Каждый раз, каждый субботник, а мы еще делаем и внеочередные так называемые субботники. Порядок надо наводить на территории и помогать в этом. Да, конечно. Ну, здесь мы сейчас видим Единая Россия, да? Здесь школьные отряды. И была проблема, где школьникам быть летом. Если мы помним наше детство, то мы ездили в трудовые лагеря. Соответственно, сейчас этого нет. И мы приняли решение с моей командой, давайте возродим частицу былого опыта. Мы создали трудовые отряды из школьников на территории промышленного района, которые где-то часа 4-3 занимались уборкой территории, благоустройством. Соответственно, эти дети никогда не будут царить, потому что они научились убирать. И знаете, что такое? Какой тяжелый труд по уборке территории. Эти дети, наверное, уже не пойдут в киоск и в подъезд, потому что знают, что есть другое дело. Странная жизнь, конечно. Да, это труд. Алексей Иванович, я знаю, что вы особое внимание, очень много личного времени и средств уделяете реализации социальных и благотворительных проектов. Вот какие вы выделили бы особо, и скажите, почему вы это делаете? Ну, я уже говорил, что бизнес должен быть социально значим, ответственным. И, соответственно, нельзя жить на территории, пользуясь только благами от того, что ты зарабатываешь. Надо немножко и отдавать. Соответственно, брать всегда легко, отдать некоторым очень трудно. Вот когда человек научится отдавать, это будет очень хорошо и для него самого. И внутренний мир этого человека изменится. Какие проблемы мы социально значимы решили? Ну, одна самая острая проблема – это парк Воронежские озера. Мы называли его всегда парком, а это была заброшенная территория. Она не была поставлена земля на кадастровый учет. Соответственно, парком назвать его нельзя, нельзя даже было выделять законно путем денежные средства. И я хочу сказать, что очень пришлось много сил приложить для того, чтобы навести порядок в данном вопросе. И на сегодняшний день у нас остался всего маленький кусочек земли, который, мы надеемся, в ближайшее время правительство области передаст его городу. И парк станет настоящим парком. Тогда можно выделять средства и заниматься вопросами благоустройства. Но, несмотря на отсутствие бюджетных средств, необходимо было дарить людям радость. И мы приложили усилия для того, чтобы парк стал чище. И сегодня любой человек, заходящий в парк, он может спокойно, безопасно пройти по территории парка, заниматься тем, что ему хочется. Там и спортивные площадки, там и озера мы почистили полностью. Там опять появилась рыба, можно рыбачить и отдыхать в свое удовольствие. Парк – родина, бывшая сквер Калинина. Сейчас это место отдыха большого количества людей. И, соответственно, это опять радость в глазах мамаш, которая ходит с детьми по территории парка. И папы играют в шахматы, как и раньше в сквер Калинина, и читают книги. Это тоже хорошее начинание. Плюс мы видели в свое время, что не хватает спортивных площадок. И пришлось убеждать правительство Самарской области, чтобы на территории самого крупного района города Самара, Промычного, появились спортивные комплексы. Могу сказать, что в феврале месяце, в конце февраля, начале марта, откроется физкультурно-развитительный комплекс «Орбита». И летом откроется такой же комплекс в Юнгородке на территории бывшего района Маяк. Соответственно, люди промышленного района наконец-то летом могут кататься на коньках, а зимой плавать в бассейне и заниматься спортом не просто высокопрофессиональным, а в свое удовольствие. И хотим, чтобы на территории промышленного района здоровый образ жизни был как символ. Большая проблема была по строительству стадиона «Восход». Я давал обещание избирателям о том, что сумею добиться, чтобы этот стадион превратился в нормальный спортивный комплекс. Могу опять доложить, что в марте месяца выходит проектная документация по реконструкции стадиона «Восход». И, соответственно, будем заниматься привлечением бюджетных средств за тем, чтобы в следующем году эта реконструкция началась. Будем доводить до ума начатое дело. Мы с вами медленно, но верно подошли к разговору о спорте. Я предлагаю его продолжить. Тем более, что очень значимым событием не только для нашего региона, но и далеко за его пределами стал проект «Золотая шайба». Какие достижения, направления можете озвучить? У нас как раз есть видеокадры. Я предлагаю вам их прокомментировать. Уже мы четвертый год проводим турнир «Золотая шайба». И сегодня у нас в этом году выступает уже 81 команда, 34 муниципалитета. Хотим сделать так, чтобы этот вид спорта стал таким же популярным, как в советское время на территории Кубышевской области. Чтобы мальчишки могли спокойно прийти на площадку и заниматься этим очень, я считаю, командным и хорошим видом спорта. Тем более, данный вид спорта получил поддержку в лице высшего должного лица государства президента. И я с удовольствием отмечаю, что, несмотря на неумение некоторых руководителей играть в хоккей, люди встали на коньки, научились кататься и стали играть в хоккей. И сегодня, благодаря, я могу только с восхищением сказать, участию губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина у нас появился искусственный лед. Такого не было никогда. Соответственно, мальчишки и девчонки стали играть в хоккей. Это очень дорогого стоит. И просто хоккей – это самый лучший вид спорта. Алексей Иванович, отдельным вопросом хочу еще спросить вас о массовых праздниках, которые вы также организуете. Ну вот концерты, детские праздники, Дни молодежи – все это, конечно, весело. Но вопрос, рационально ли? Давайте рассуждать так. Можно съездить в Турцию, можно съездить куда-то за границу, отдохнуть или помочь людям объединиться. Праздники – это объединение. У нас сегодня человек уходит на работу, приходит с работы, и больше ему заниматься нечем. Соответственно, встреча людей на мероприятиях, их сближает, опять в глазах появляется радость. Когда человек улыбается, и жизнь становится лучше. Посмотрите, как живут люди за границей. Там нет на него мрачного лица, потому что у них есть радость в глазах. И вот я считаю, если мы повторим опыт Штутгарта, который проводил Чемпионат мира по футболу, принимал, и там социологи заявили, что люди Штутгарта изменились кардинальным образом. Были самые мрачные до чемпионата, и теперь они самые радостные в Германии. Если самарцы станут так же чаще улыбаться, и радость в глазах будет, я считаю, мы сделали свое дело. И это самое главное достижение как подготовки Чемпионата мира, так и вот этих мероприятий. На это, на сплочение людей направлены наши вот эти мероприятия массовые. Алексей Иванович, ну вот многие СМИ, конечно, в преддверии выборов пестрят обещаниями кандидатов в депутаты, выберите меня. Ну и дальше, насколько фантазии хватит. Выборы пройдут, и, как правило, сразу все обещания не забываются. Вот вы, в отличие от многих жителям промышленного района, ведь ничего не обещали, но уже пять лет ведете там очень активную работу. И мы это видели, и видео, и фотоматериали, которые подготовили. Ну вот, а каким еще положительным опытом вы можете поделиться с вашими коллегами-депутатами? Положительный опыт опять один, быть ближе к людям, не стесняться встречаться, потому что иногда кажется, человек, я сам знаю все проблемы, но если ты не общаешься, не уникаешь, в суть их, так скажем, каждодневных вопросов, ни один закон не будет работать, и ни один депутат не станет полноценным депутатом. Соответственно, сегодняшняя реформа местного самоправления, когда у нас появилось большое количество депутатов, именно должна приблизить население к депутатскому корпусу. И никуда не денешься от того, что придется решать вопросы, и как человеку помочь попасть в больницу, как улучшить транспортную составляющую для того, чтобы человек мог спокойно добираться от своего дома к нужному месту, как привести дороги в нормативное состояние, благоустройство, в ЖКК. Вот эти вопросы должны стать самыми актуальными для депутата, кроме, конечно, его законотворческой деятельности. Скажите, а вы человек команды или привыкли полагаться только на свои силы и возможности? Одиночка даже на острове выживает тяжело. Горбинзо нашел пятницу и стала команда. И, соответственно, он из-за этого выжил. Конечно, ни один человек не сможет в одиночку решать проблемы. Ясли, детский сад, хоккей – это команда. И, соответственно, я могу сказать, что я человек команды, и, соответственно, решения, принятые Единой России депутатским корпусом, когда она собирается, консенсус – это командное решение, которое необходимо претворять в жизнь. Алексей Иванович, ну вот работа депутата, конечно, состоит из двух частей. Это непосредственная работа с избирателями и законотворческая деятельность. Про работу с избирателями вы очень подробно рассказали. Спасибо большое. А вот законотворческая деятельность. Поведайте. Ну, во-первых, участие в заседаниях комитета по строительству и законодательству, два разных комитета, предполагает участие в принятии наших нормативных документов под названием закон Самарской области. Таких законов принималось достаточно большое количество, но я могу сказать, что я горжусь вот совсем недавно решением Самарской губернской думы, которая приняла постановление об одобрении моей поправки федеральной закона Жилищный кодекс, который установит жесткий контроль за целевым использованием средств граждан, которые перечисляются управляющим компаниям. Мы знаем простой пример. Управляющая компания имеет множество река не стороны контролирующих органов. И выписываются штрафы. Вопрос. Из каких денег они платят штрафы? Из наших с вами денег, которые мы платим. Соответственно, это ухудшение и уменьшение данных средств на выполнение возложенных на них задач. И вот этим законопроектом мы просим принять депутатов государственной думы поправки, которая запретит использовать данные средства на эти штрафы. Мы этим предложением своим повышаем ответственность должностных лиц управляющих компаний. И только они теперь должны, как физические лица, со своего личного счета платить денежные средства в кратном размере за эти нарушения. Потому что управляющая компания – это большой коллектив. И не все люди виноваты в том, что должностное лицо не может организовать работу своей компании. Соответственно, если это решение будет принято, мы деньги, которые раньше платились за штрафы из денежных средств граждан, пустим на текущий ремонт, на улучшение их жизненных условий. Алексей Иванович, следующий вопрос достаточно серьезный. Опять же, не могу не спросить. Ситуация в стране, конечно, далеко в целом непростая. Санкции, внешнеполитические конфликты отражаются на всех сферах жизни. Начиная с реальных доходов населения и заканчивая банальным повышением цен в магазинах. Конечно, легко идти на выборы, когда и цены на нефть высокие, и рубль стоит, как скала. И обещать легко, когда стабильно за спиной. Сейчас ситуация принципиально другая. И как вы считаете, какой будет избирательная кампания 2016 года? Она, наверное, будет более конкурентной, чем в 2011 году. По одной простой причине вы их назвали. Это достаточно непростая экономическая ситуация в стране, вызванная нагнетанием различной истерии страны и внешнего мира, и событий на Украине, событий в Сирии. И, соответственно, я хотел бы, чтобы кампания прошла спокойно. Ведь оппозиция сегодняшняя, она легко использует популистские лозунги. Давайте всем все раздадим, давайте вот Единая Россия ничего не дает, а мы все раздадим. А из чего отдавать? Необходимо решать те вопросы, которые уже взяла государство на себя обязательства. И самый главный успех, я считаю, партии Единая Россия, это то, что сумели добиться у правительства, которое не хотело идти на это дополнительные средства на обязательно выполнение социальных обязательств, взятых государством в свое время. Соответственно, мы будем честно разговаривать с избирателями, не лукавить, честно им говорить, что да, тяжело. Но у нас руки не опускаются, мы знаем, как в этой тяжелой ситуации жить и чтобы жизненный уровень людей не падал так, как это хочет Запад и как предполагают санкции. Алексей Иванович, минута до конца эфира, но не могу не спросить вас, что дальше, к чему стремитесь и что вот у вас написано в планинге? Сделать? Вы знаете, хотелось бы, чтобы через пять лет я также мог прийти сюда и без стыда разговаривать с вами о том, что все намеченное удалось сделать. И самое главное, что люди не разочаровались в действиях и деятельности депутатов. Ну что же, а наше время подходит к концу. Ну, не будем забывать, что программа у нас праздничная. 23 февраля. Заключительное слово, пожалуйста. Я еще раз хотел бы поздравить телезрителей с наступившим праздником, вам успехов, спокойствия, мирного неба и самое главное, больше улыбайтесь и больше радости в глазах. Спасибо большое. Алексей Иванович Чигенев, депутат Самарской губернской думы пятого созыва, сегодня был гостем программы «Корот-С». Спасибо вам большое. С праздником. Спасибо. И всего самого наилучшего. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.